Я тут как-то спросил своих подписчиков ВКонтакте, что интересного они знают о животных. У многих животных есть хвост. Я знаю, что собаки писают. Кот умеет мяукать. А я про раков знаю, если в команде, то к сливу. Ну и самое интересное, заслуживающее золотой медали и приз зрительских симпатий. Мой батя, выпив 4 кружки пива, рыгает как лев. Реально смешно, спасибо. Ну, в общем-то, я так понял, что вы мало чего знаете интересного про животных. А ведь они, те еще интересноногие. Кстати, если хотите попасть ко мне в видео, то подписывайтесь на меня в ВК. Ну, а я, пожалуй, начну. Внимание, курение сигарет вредит вашему человеку. Знакомьтесь, Азалия, 19-летняя самка шимпанзе. Живет в недавно отремонтированном зоопарке в столице Северной Кореи. Слушайте, обычная обезьяна, просто с маленькой вредной привычкой, которая сделала ее не только местной звездой, но и звездой мирового масштаба. Обычно обезьяны не занимаются такой ерундой, но Азалия выкуривает по одной пачке сигарет в день. Впрочем, официальные хозяева утверждают то, что курит она не в затяг. И, кстати, пока вы смотрите наше видео, Азалия прямо сейчас сидит где-то мирно и раскуривает косячок. А если быть точнее, то пыхтит как паровоз. Шимпанзе прикуривает либо сама, либо от брошенного кем-то окурка, если зажигалка недоступна. Люди разделились на два лагеря, одних это зрелище приводит в дикий восторг, а других в возмущение. Эти фотографии совсем свежие. А сама обезьяна подхватила эту вредную привычку от работников зоопарка. Ну, мол, типа, пацаны-то курят, и я буду. Ну а мы идем дальше, теперь новость, от которой лично я офигел. В американском штате Калифорния на пляже Ханктингтон-Бич прошли ежегодные соревнования по, внимание, собачьему серфингу. Жюри оценивало выступление четвероногих друзей человека по одному главному критерию. Угадайте, какому? Нет, не по размеру огромных зрачков, расширившихся под гнетом огромнейшего страха быть утопленным, а по умению как можно дольше оставаться на доске для серфинга. Основная цель этого позитивнейшего для человека мероприятия привлечь внимание общества к проблемам животных и собрать средства на благотворительные нужды. Короче, сначала сами им проблемы устраивают, а потом хотят, чтобы на это обратили внимание. В соревнованиях также есть взвешивание, 4 весовые категории и даже допинг-контроль. Хотя некоторым собакам он явно нужен, вы только посмотрите на эти глаза. Перед стартом хозяева говорят напутствующие слова и псы выходят на передовую. По-любому половина из этих собак испытывает стресс и дикий ужас. Но среди бояк также наблюдаются и явные фавориты. Ссылочку на видео я дам в описании. Идем дальше и теперь у нас Элсея белогорлая. Один из многих видов черепах, находящихся сегодня на грани исчезновения. И очень жаль, потому что в ходе эволюции эти черепахи научились, внимание, дышать через анальное отверстие. Да, крайне удивительный и полезный навык в наше время. И это не шутка. Все отходы жизнедеятельности выводятся из организма черепах через орган, называемый клоакой. Но клоака также выполняет дыхательную функцию, благодаря чему черепахи могут по несколько суток находиться под водой. Особенность такого способа дыхания в том, что животное получает кислород из воды, которое проходит через его задний проход. Короче, по сути, у черепах развились анальные жабры, и они спокойно дышат, извините, жопой. Вы спросите, что тут общего с человеком? А вот что, мы тоже умеем дышать через... Мы тоже развиваемся в непонятном направлении. И кто знает, может и люди когда-то научатся дышать через анальные... Ай, хотя ладно, это совсем другая история. Ну и наконец, давайте рассмотрим очень интересный случай, произошедший в заповеднике. У волков в иерархии доминирования есть альфы, беты и омеги. Но это вкратце, а то о волках я могу вечно говорить. Альфа это самый главный волк, бета это второй класс, и если альфа ослабеет, то он может занять его место. Ну а омеги это самые слабые волки, и нередко их мудохает вся стая. Что в принципе мы с вами сейчас и наблюдаем в этом видео. Уникальные кадры удивительных существ. Стая волков целенаправленно нападает на омегу, чтобы его унизить и одновременно прокачать. Также стая в свою очередь тренирует собственные навыки охоты и тактики. Этот процесс похож на избиение старшеклассниками какого-нибудь школьника. Однако тут все гораздо серьезнее. Омегу могут и убить. Кстати, омеги могут быть даже самыми большими волками в стае, но чаще всего это старики. Тут все зависит от характера волка. Если хотите, сниму про них отдельный ролик. И кстати, не переживайте, с этим молодым омегой все в порядке. Ссылку на полное видео вы найдете в описании. А омега, который познает все прелести жизни после такой драки, либо станет сильнее, либо так и дальше будет получать по морде. В принципе, все то же самое, что и у нас, у людей. Спасибо за просмотр. И вот вам еще один интересный факт. Каждый лайк под этим видео дает мне сил делать для вас интересные ролики и дальше. А с вами был я, ваш верный Баббл. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok